Доброго времени суток! Вы на просторах игрового канала Itchy Games. Меня зовут Антон, или же просто Itchy. И что же, мы продолжаем читать визуальную новеллу «Бесконечное лето». И в прошлой серии мы проиграли на карточном турнире Лене, ну, проиграли намеренно. И всё это вылилось в небольшое приключение. Мы обнаружили, что Лена увлекается бадминтоном, и, в общем-то, попытались ей немножко научиться играть. Да, так вышло, что Семён, в общем-то, запольнул бадминтон куда подальше. Ну, мы его ей вернули, попутно обнаружив, что Лена боится сов, судя по всему. Потому что она боялась маленького и безобидного, и достаточно-таки ручного совёнка. Вот. Ну и теперь, попрощавшись с ней и вернувшись, судя по всему, к домику вожатой, мы будем, наверное, собираться спать или что-то типа того, я уж не знаю даже. Впервые за день меня накрыла дикая усталость. Свет в окне не горел, значит, Ольга Дмитриевна уже спала. Странно, вчера она меня дождалась. Я зашёл, тихо раз... Тихо разделся и лёг на кровать. Если поразмыслить, моя ситуация за сегодня совершенно не прояснилась. В сущности, я весь день занимался бесполезными вещами. В реальном мире мне бы и в голову не пришло тратить своё время на что-то подобное. Хотя, как раз там у меня этого времени было хоть отбавляй. А сколько его тут, совершенно неизвестно. Может быть, целая вечность, а может, всего несколько минут. Мне не хотелось больше думать о прошлом, о том, как я попал в этот лагерь. Впервые, за очень долгое время, я по-настоящему стал не только эмоционально, но и физически, психологически и бог знает как ещё. И, прошу прощения, на минуточку я нажму и сохранюсь. Потому что я забыл по окончанию прошлой серии это сделать. Что не есть хорошо, естественно. Я хотел лишь, чтобы от меня все отстали, в первую очередь мои мысли. Хотел, чтобы всё разрешилось как-нибудь само собой. Ну, или, по крайней мере, без моего деятельного участия. А вдруг я тут навсегда? Тогда придётся привыкать. Вот так просто, я, я не готов. Эх. Сознание улетело всё дальше, улетало всё дальше. И всё сложнее становилось концентрироваться на чём-то конкретном. Наверное, лучше отложить на завтра. Я перевернулся на другой бок и заснул. Так, день, судя по всему, кончился, да? День третий. Так, что же дальше будет? Ночь оставила после себя тревогу. Я проснулся разбитым физически, истощённым морально. Со мной так же постоянно... Кто ты? Со мной такое постоянно. Во сне видишь невозможно яркие сцены. Как будто попал в голливудский блокбастер. С лихо закрученным сюжетом, высококлассными актёрами и многомиллионными спецэффектами. А на утро не помнишь оттуда и кадра. Вот и сейчас я пытался восстановить картины, которые показывают мне отдыхающий мозг. Но эта часть памяти была пустая. То ли заархивирована, то ли вообще отформатирована. Ой, парень, меня твои сравнения просто убивают. Ладно. Часы показывали 7 утра. Что-то сегодня я рано. Ольга Дмитриевна ещё спала, плотно укутавшись в одеяло. И как можно летом в такую жару? Я встал, потянулся, подошёл к зеркалу и оглядел себе. Надо побриться. Странное решение. Раньше хватало и пары раз в месяц. А сейчас от моего внешнего вида как будто бы что-то зависело. Однако, бритву я так и не нашёл. Хотя, зачем? Сейчас я выгляжу от силы лет на 17. Ну, начнём с того, что в принципе в 17 лет бритва появляется. Это раз. И второе. В принципе, на крайний случай, если ты хочешь побриться, а у тебя нету бритвы, почему бы не сходить к тому же электронику или шурику? У них наверняка такое должно иметься. Ну, или на худой конец, если уж совсем критично, можно было бы сходить к девочкам. Да, у девочек такое спрашивать не камильфо, но я думаю, что наверняка нашлась бы какая-нибудь девочка, которая бреет себе ноги. Ну, это естественно. Если уж повышенная есть волосатость у девушки, то она банально будет бриться, чтобы, естественно, как-то, ну, не знаю, держать себя в форме и в хорошем виде, чтобы нравиться мальчикам, наверное. Или я разве не прав? К моему, это всё достаточно логично. Ну, да ладно. Ладно. Завтрак не раньше девяти. А это значит, что ещё полно времени, которое можно потратить, например, на утренний мацион и гигиенические процедуры. В этот раз вода не показалась такой леденящей, обжигающей, как вчера. Напротив, приятная прохлада придала мне бодрости и помогла быстрее вернуться к реальности, если происходящее можно было считать таковой. Ну, да. Сегодня зубной порошок не казался таким уж анахронизмом. И у меня даже промелькнула мысль, что он не особо отличается от зубной пасты. Когда я вернулся в домик вожатой, Ольга Дмитриевна уже проснулась. Она стояла пред зеркалом и расчесывала волосы. Доброе утро, Семён. Доброе. От недосыпа ещё немного гудела голова и путались мысли, но я не жалел, что всё-таки вылез из кровати. А не остался, как обычно, досыпать дежурные пару-тройку часов. Что-то ты сегодня рано. Так получилось. Опять ты без галстука. Давай я... Да я сам. Ничего страшного. Когда я на завтрак пойду. Нет уж, давай сейчас. До завтрака у нас ещё линейка. Не забывай. Забудешь тут. А что сегодня на линейке на этой будет? Я расскажу о плане на день. И каков план? По правде говоря, мне было абсолютно наплевать, чем наша доблестная вожатая собирается занять наш бравый пионеротряд на ближайшие 12-15 часов. Меня интересовали лишь места большого скопления живой силы противника, чтобы обходить их подальше. А это ты узнаешь на линейке. Логично. Она хитро улыбнулась. Ольга Дмитриевна, знаете, у меня что-то живот разболелся. Мне бы... Ну вы понимаете. Думаю, ничего страшного. Если я разок пропущу, а то будет неприятно, если я прямо там. И откуда во мне столько смелости? У тебя есть ещё минут пять. Боюсь, не успею. Давайте вы мне расскажете сейчас. Нет, я постараюсь, но если вдруг... Ладно уж. Сегодня у нас по плану уборка территории. Сортировка книг в библиотеке. Ещё кое-что. А вечером танцы. Смотри у меня. Чтобы обязательно сегодня поучаствовал в жизни лагеря. Всенепременно. Конечно. Конечно. А сейчас мне бы... Иди уж. Я вышел из домика, обошёл его и спрятался в кустах, дожидаясь, пока Ольга Дмитриевна уйдёт. По правде говоря, у меня не было особых причин так себя вести. Но внутренний голос упорно твердил, что на этой линейке делать нечего. Ой, Семён, Семён. Когда вожатая ушла, я вернулся назад в домик и решил дождаться там начала завтрака. Итак, участвовать в общественной деятельности сегодня я не планирую. Уборка книги в библиотеке – это совсем не то, чем должен заниматься человек в моём положении. Однако, уже прошло два дня, а я ни на йоту не приблизился к разгадке. Ага, как будто бы ты хотя бы что-то делал для того, чтобы приблизиться к разгадке. Ой, извиняюсь, так. Вот. Все местные обитатели оказались в целом совершенно нормальными людьми. Они не были замешаны в каких-то тайных заговорах, не сотрудничали с инопланетянами и вред ли подозревали о провалах во времени. Конечно, каждый, а скорее даже каждая, из них не без странностей, но странности эти не выходили за рамки разумного. Более того, встретив любого из здешних пионеров в своём привычном мире, я бы даже не подумал, что с ними что-то не так. Скорее, они показались бы мне куда более нормальными и естественными, чем, скажем, я сам. Эта линия рассуждений выглядела весьма логичной, нелогичным в ней было лишь отсутствие ответов. Обычные люди в необычном месте. Где-то я об этом уже слышал, где-то видел. Десятки пионеров, а может их куда больше, живут привычной жизнью, занимаются привычными делами изо дня в день и даже не подозревают, что мир вокруг них совсем не такой, каким должен быть. Ладно. Но это ситуация с их точки зрения. Мне же не знаком не только мир лагеря совёнок, но и его обитатели. Пусть даже по обстоятельствам они ведут себя так, как по идее и должны. Сейчас необходимо решить один вопрос. Имеют ли люди здесь какое-то отношение ко всему, что со мной произошло? И найду ли я ответы у них? Итак, может быть, Дейсиным мне придётся докапываться другим путём? Похоже, я несколько переборщил со временем. Обычно толпы голодных пионеров возле столовой не наблюдалось. Да и внутри было немного людно. Тут и немного людно. Наверное, большинство детей позавтракало ещё до 9 часов. И хорошо. Меньше народу, больше кислороду. В дальнем углу столовой одиноко сидела Лена. И лениво ковыряла вилкой нечто бесформенное, отдалённо напоминающее кашу. Позавтракать с ней. Отличная идея. Тихо, спокойно. И можно о чём-нибудь поговорить. И, кстати, вообще, немножко странно, что на вилкой кашу ест. Не, ну может, какой-то из вид каши можно, но вообще кашу обычно едят ложкой, разве нет? Ну, или хотя бы попытаться. Я уже было направился в её сторону, как меня кто-то схватил за рукав. Женя, вчерашняя библиотекарша. Тьфу, библиотекарш. Я извиняюсь за оговорочки и довольно частые мои вот эти футы. Просто это уже вторая серия, в общем-то, подряд, которую я записываю. И получается, что, ну как к моменту, когда я закончу, в общем-то, её читать, то это будет, наверное, минут где-то 60, может, даже больше, как я практически не переставая что-то говорю вслух. Собственно, высказывая какие-то свои мысли, соображения по поводу прочитанного. Ну и, собственно, читая. Так что вы уж не обессудьте. Вот. Ну и на сегодня это уже будет последняя серия, которую я предзаписываю по бесконечному лету. Просто потому, что нужно будет немножечко передохнуть связком, да и позаписывать другие игры такие наперёд. Вот. Ладно, продолжаем. Бери завтрак и садись. Есть разговор. Чего стоишь? Я несколько растерялся. Извини, но не слишком ли это резко? А что такого-то-то? Бери завтрак и садись. Похоже, для неё такое поведение совершенно нормально. Знаешь, и извини, но я уже с Леной договорился. Я был уверен, что Лена не будет против моей компании. Подожди-ка, успеешь ещё. Извини, давай потом. Я аккуратно освободил свой рукав от её руки и направился в дальний конец столовой. Женя что-то кричала мне вслед, но я старался не слушать. Привет, доброе утро. Лена, услышав крики библиотекарши, уже некоторое время украдкой поглядывала на меня. Добрая. Как ни странно, она не покраснела, а даже улыбнулась. Можно к тебе присесть? Я сейчас бегаю за завтраком. Да, конечно. Через минуту я уже сидел напротив неё. С нехитрым набором блюд на подносе. Каша овсяная, два яйца варёных, хлеб белый, четыре куска, сосиска варёная, одна штука, компот из непонятного набора фруктов и ягод, один стакан, три мешка героина, четыре пачки... Ой, фу, это уже не из той оперы, извиняюсь, да. Ну и нелепая шутка. Я что-то вспомнил фильм, блин, забыл как-то, как он назывался, но помню, там, у нас было... Что-то там, три пакетика ЛСД, чего-то там, какой-то там кислоты, ещё что-то. Ну, в общем, я думаю, достаточно такие взрослые подписчики, да может и, в принципе, подростки, поймут о каком фильме я говорил и даже напишут его название в комментариях. Вот, да, занесло меня немножко, уже начинаю чуть-чуть упарываться. Надо будет после записи отдохнуть. Ладно, продолжаем. Приятного аппетита! Спасибо. Я старался есть как можно аккуратнее, не чавкая, не роняя на себя кусочки еды и не обливаясь компотом. Блин, у меня такое чувство после этого предложения сложилось, что как будто бы обычно он именно так и ест, чавкает, роняет на себя всё там, во все стороны, знаете, там, шматки мяса по потолку, я не знаю, компот медленно стекает по стенам. Ведь можно же, если захотеть, есть как человек, а не как оголодавший боров. А-а-а, то есть это предложение ещё больше уверило меня в моей возникшей мысли. Лена, как обычно, молчала, а значит, начинать разговор придётся мне. Пойдёшь сегодня на танцы? Да, наверное. Она сделала небольшую паузу. А ты? Не знаю ещё. Хотя идти мне совершенно не хотелось. Я и в школе не любил дискотеки, а уж в более сознательном возрасте. А почему? Что почему? Мои мысли всё ещё кружились далеко, в школьных временах. Почему не хочешь идти? Я же и не сказал, что не хочу. Ну, ладно тогда. Если, конечно, ты меня приглашаешь... Лена покраснела и отвела взгляд. Парень, по-моему, она это и делает. И чем так говорить? Мог бы сам её пригласить, нет? Ну, я не знаю насчёт... Извини, это была шутка. А-а-а. Знаете, Семён меня начинает напрягать. Ну да ладно. И я смутился. Наверное, не стоило так шутить. Во-во. Хорошо. Безучастно произнесла она и уставилась к себе в тарелку. Продолжая всё больше краснеть. И что вообще мне эти танцы сдались? Как будто бы говорить больше не о чем. Хотя, постойте, ведь и правда не о чем. А ты не знаешь, что Женя хотела? А? Ну, я когда в столовую зашёл, она... Ну, что-то хотела от меня? Не знаю. Ясно. Разговор явно зашёл в тупик. И я постарался сделать вид, что полностью сосредоточен на еде. Лена закончила завтрак быстрее меня. Ладно, я пойду. Увидимся. Да, пока. Я отожёвывал сосиску, которая больше напоминала кусок витой пары. Хорошие у неё сравнения. Интересно, есть у них здесь интернет? Откуда? Пионер за соседним столом заметил, что я разговариваю сам с собой. Покосился на меня, а я в ответ улыбнулся и помахал ему рукой. После такого дружелюбного приветствия, он почему-то быстрыми шагами покинул столовую, даже не доев завтрак. Знаешь, Семён, я в это уже увидел, что какой-то парень странный беседует сам с собой о каких-то непонятных вещах, говорит про какой-то там интернет и всё такое, и да ещё потом вдруг начал мне чего-то приветливо махать. Хорошо, хоть не бровями. Ааа, да. С едой покончено. Самое время отправиться на поиски разгадок. Ну, хотя бы чем-то дельным решил он заниматься. Через некоторое время дорога вывела меня к медпункту. Там мне уж точно делать нечего. Хоть медсестра и показалась мне весьма доброжелательной, лучше держаться от неё подальше. Такая доброжелательность скорее пугает. Возможно, она что-то и знает, но я не решался вот так запросто взять и зайти в медпункт. Тем более, нет никакого повода. Даже самого малюсенького. Погружённый в свои мысли, я не заметил медсестру, стоявшую на крыльце. Привет, пионер. Она подошла ближе. Никак заболел. Подлечиться пришёл. Да нет, я гулял просто. Понятно всё с тобой? Мой прогульщик. Ну раз уж пришёл, у меня для тебя есть ответственное поручение. Ага. Я вопросительно посмотрел на неё. От слова «поручение» я стала не по себе. Вот слишком добровольно-принудительно оно прозвучало. Миссис Троя Ехидна улыбалась. Вы мне поможете составить отпись лекарств, которые сегодня привезли. Мы? Кто мы? Неужели она решила, что недостаточно вежливо со мной? Хотя, куда уж и вежливее. Блин, ребят, у меня почему-то по коже пробежали в реале мурашки, реально. Аж хи... Как бы. Ну в принципе, на самом деле фраза «охеренный» она не матерная. Небольшая ремарочка. Слово «хер» и глагол «херить» произошли от славянской буквы «хер», которая преобразилась со временем букву «х». Славянская буква «хер» и сама фраза «херить-похерить» означала, в общем-то, поставить на чём-то крест. То бишь, что-то испортить. Ну или, как говорится, реально в чём-то разочароваться, скажем так. Исходя из этого, можно смело утверждать, что «херить-похерить» это значит что-то использовать. Вот. Ну и, соответственно, все производные от этого, думаю, не особо далеко уходят от изначального значения. Но преобразуются под ту или иную ситуацию. Вот. Как-то так. Познавательная минутка на канале HGames. Что же. Ладно. Продолжаем. Привет ещё раз. А, Лена. Ну, я думаю, всё будет нормально. И за спиной медсестры выглянула Лена. Странно, что я её не заметил. После ужина приходите сюда. Я Лене всё объяснила. Она тебе потом расскажет. Лекарства, значит, привезли сегодня? Но, по словам Ольги Дмитриевны, автобуса не будет ещё несколько дней. Получается, сегодня кто-то приезжал в лагерь? Да. С утра из райцентра. А что? Нет, ничего. Просто... Вот и славно. Пионер. Значит, вечером, после ужина, сразу сюда. Может быть, я... Всё это время я совсем не замечал Лену. Действительно, её навыкам маскировки позавидовал бы и опытный спецназовец. Я и одна могла бы справиться. Странно. На обеде она казалась куда смелее. Там много. Несколько коробок. Ты что? Тем более, пионер всегда готов. Так. Пионер. Она взглянула на... Я что-то заспущался в реале. Она взглянула на меня и как-то не по-доброму улыбнулась. Тратить весь вечер на подобную работу мне совсем не хотелось. Тем более, есть дела и поважнее. Но и отказываться вроде как неудобно. Хотя, не будь здесь Лены, я бы что-нибудь обязательно придумал. Эм... Так, стоп. А почему я не могу выбрать верхний вариант? Эм... Стоп. Я не понял. Смотрите. То есть вот. Реально. Это баг какой-то или что? Ладно, попробуй щелкнуть. Может, врать и не стоило? Но надо было сначала думать, а потом говорить. Да? И чем-то ты собирался ей помогать? Дело принимало для меня оборот... Дело принимало неприятный для меня оборот. Но я решил идти до конца. У неё в домике... В домике уборку сделать, вещи разобрать и всё такое. Вы же знаете, какой у неё там бардак? Небось, ей шкафчик свой попросила разобрать. Медсестра посмотрела на меня так, что фиаско Наполеона при Ватерлоу показалось мне всего лишь досадной неприятностью по сравнению с моим нынешним поражением. Я уже было собрался что-то ответить, но она продолжила. Ладно уж, пионер. Без тебя разберёмся. Так, стоп! Ты извини, просто понимаешь, сказал я, посмотрев на Лену. Она стояла, всё так же уставившись куда-то себе под ноги. И краснела, краснела всё больше. Да ничего, я сама... Так, стоп! Я реально не понимаю. Так, клик, клик, клик. Почему? По-любому там должен быть выбор, иначе зачем-то. Ну реально. Но там даже строчки никакой нету, вот в чём прикол. Ладно. Так, ладно. Сейчас пролистываю тогда. Хм, ну ладно тогда. Воцарилось неловкое молчание. Хотела сквозь землю провалиться из-за неудавшегося вранья, из-за того, что наверняка обидел Лену. Ну, пока тогда. Пока. Медсестра все так же ехидно улыбалась. Я развернулся и быстро направился прочь от медпункта. Хотя мне безумно хотелось перейти на бег. Здравый смысл подсказывал, что стоит идти обычным шагом. Немного прийти в себя я смог только на площади. И что дальше? Ну что дальше, я думаю, мы таки узнаем уже в следующей серии. И я постараюсь с этим разобраться. По-моему, всё-таки игра немножко баганула. Потому что там должен был быть выбор. Как-то мне так кажется. Ну, если что, если я всё это дело исправлю, и там в действительности будет выбор другой, и согласиться помочь Лене, то я, естественно, его выберу. Потому что, знаете, как-то... Ну, дискотека, дискотека. Но что-то как-то у нас с ней. В действительности всё вроде бы складывается. Так что давайте, наверное, продолжать с ней линию. Как-то так. Ладно. Надеюсь, вам так или иначе понравилось. Не забывайте ставить лайки. Оставлять свои комментарии. Подписываться на канал. Вступать в группу ВКонтакте. Если что, такая тоже имеется. Вот. Ну и всё так. Прочее. Вы были на просторах игрового канала Ичи Геймс. Канала с мужским характером. И всех вам благ. Ни бага, ни лага. Пока. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор Редакета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...